Всем привет, дорогие друзья! Друзья, с вами Фростик и это видео про то, как же работает быстрая зарядка в современных смартфонах. Я достаточно давно обещал записать такой ролик и, в принципе, рассказать, как правильно заряжать, о полезных и плохих факторах в этом случае и, в принципе, в целом мне задавали огромное количество вопросов в комментариях по этому поводу. Вот, наконец, я сел записывать этот ролик. Слушайте внимательно! Для начала разберем, из-за чего мы пришли к этой технологии, для чего производители стараются научиться заряжаться смартфоны очень быстро. В последнее время в аппараты ставят батареи емкостью около 3000 ампер, а то и больше. Фаблеты вообще уже за 4000 перевалили. В принципе, это достаточно приятный момент, потому что аппарат способен при большой нагрузке, интернете, играх и так далее, работать сутки, а то и двое, и, в принципе, это достаточно хорошо. Но, чтобы зарядить такое устройство, нужно достаточно много времени, порядка 3-4 часов, и иногда такого времени просто нет. Из-за этого производители придумали достаточно крутую вещь, как быстрая зарядка, способная минут за 15-20 зарядить аппарат наполовину, а то и больше, чего хватает почти на полдня, а то иногда и на день работы. Раньше, когда смартфоны были не такие требовательные, да и вообще телефоны, и когда были аккумуляторы с маленьким объемом заряда, адаптеры были всего 15 сотых ампер мощностью. Вы только представьте себе, сейчас в это поверить достаточно сложно, потому что на протяжении долгих лет сейчас мы перешли к тому, что везде сетевые адаптеры с мощностью 1,5-2 ампера, и даже этого очень мало. Это заряжает наше устройство порядка 3-4 часов. Думаю, многие из вас видели ролики, разные прототипы устройств, разные технологии, там, создание батареи, где заряжали Samsung Galaxy S4 за 60 секунд от 0 до 100%, только эта технология не прижилась и не пошла в массы. И, в принципе, вообще в целом было представлено достаточно много таких крутых технологий, которые до сих пор так и не могут додумать, довести до ума, либо они слишком дорогие, либо они работают как-то коряво. Однако Qualcomm додумались сделать одну очень хитрую вещь, которую они подсмотрели у профессионального оборудования. Решили не изобретать велосипед и добавить просто две микросхемы, одну в зарядное устройство, одну в аппарат, который будет отвечать за поступление тока. То есть мы уперлись в потолок в 2 ампера мощностью, потому что, во-первых, у нас датчики не позволяют принимать больше тока из-за перегрева аккумулятора и так далее, чтобы этого ничего не было. У нас вот было ограничение 2 ампера. Из-за этого смартфон заряжался примерно 3-4 часа. В Qualcomm же добавили две микросхемы, которые убирали это ограничение и позволяли при подключении к зарядке смартфона получать ток около 3 ампер. Но эти микросхемы регулируют этот ток от 1 до 3 ампер для того, чтобы аккумулятор не перегрелся, не взорвался, ничего с ним не случилось и так далее. И получается так, что аппарат в самом начале сразу получает очень большую силу тока, заряжается до определенного момента, и когда уже батарея сильно нагревается, переходим ко второму этапу. Сила тока очень сильно падает, возвращается либо к стандартному 1,5 ампера, либо падает еще ниже для того, чтобы смартфон, так сказать, отдохнул. И уже до конца заряжается в обычном режиме. Также, пользуясь случаем, стоит один момент обсудить все случаи, которые обсуждают в интернете о взрывах аккумуляторов, там поджигаются черти что случается во время зарядки ночью, да, из-за чего люди боятся оставлять смартфоны на зарядке на целую ночь. Это все хрень, если вы делаете все нормальным зарядным устройством, то есть родным или просто качественным. Еще раз повторюсь, в наших устройствах сейчас ставят датчики, которые отвечают за поступление тока, чтобы силы тока не было больше, чем он может принять. Когда вы покупаете какой-нибудь китайский зарядник для айфона за 300 рублей, а потом всем хвастаетесь, я, кстати, не раз такое видел, вы просто обрекаете свой аппарат именно на это. И эти зарядники никаких ограничений не знают, ничего ни с чем не контактируют, и просто вам в лоб начинают заряжать устройство, из-за чего получается, что обходит это ограничение, и телефон получает больше силы тока, чем он должен. И здесь перегревы, всякие сбои, ну и результат в итоге сэкономили полторы тысячи рублей на зарядном устройстве, а потом придется покупать новый смартфон тысяч за 20, за 30, особенно с нынешним курсом. Так вот, вывод таков. Смартфоны современные, которые поддерживают быструю зарядку, снабжаются абсолютно обычными литий-ионными или литий-полимерными аккумуляторами, просто дополнительно в них устанавливаются микросхемы, которые позволяют принимать большую силу току, чем в обычный, скажем так, смартфон. И при этом без каких-либо последствий, перегревов, взрывов и так далее. Соответственно, если вы обладатель какого-то флагмана на сегодняшний день, то есть на 2015 и на 2016 год у вас есть быстрая зарядка, не парьтесь по поводу количества зарядок, не парьтесь по поводу того, что там можно оставлять на ночь телефон или там нет. Все датчики, которые есть в любом смартфоне, они есть и у вас. Они не дадут перезарядить смартфон, они не дадут перегреть его и так далее, если вы всё заряжаете своим родным зарядным устройством или, по крайней мере, качественным, не китайским, за 38 рублей, купленным на рынке. И, в принципе, вот так вот это вроде всё работает, доступно я всё рассказал, показал. Вред вы приносите своему устройству только китайским зарядникам. А то, что вы там боитесь оставлять телефоны на зарядке надолго, и то, что он от этого перезарядится или что-то ещё с ним случится, это реально идиотский миф. Это только если у вас там телефон какая-нибудь Nokia 2005 года. В принципе, на этом у меня всё. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте, какие вас интересуют вопросы. Может, я что-то забыл рассказать сегодня или показать, или что-то ещё. Надеюсь, видео было для вас полезным. Все социалочки внизу, под видео. До новых встреч. Пока-пока. Аккумулятор не перез... Субтитры сделал DimaTorzok